Получение трудового патента на иностранного специалиста без волокиты и переплаты – мечта любого работодателя. На встрече с предпринимателями, представители Управления Федеральной Налоговой и Миграционной Служб, Комитета по труду и занятости населения Московской области, Единого Миграционного Центра, а также районной администрации. Таким серьезным составом сотрудники управления собрались с одной целью – помочь работодателям в легализации иностранных рабочих. И совсем недавно вице-губернатор наш Гудрахманов Эльдар Нурлович собрал совещание с главой муниципальных образований и поручил оказать вам помощь. Помощь именно в получении и упрощении процедуры получения трудовых патентов. Председатель Комитета по труду и занятости населения Московской области Михаил Каратаев обозначил позицию подмосковного правительства. Разрешение на работу для мигранта не должно быть предметом торга. С рынка уходят перекупщики, предоставляющие услугу за баснословные деньги. Сегодня вся ответственность за получение разрешительного документа лежит на самом иностранном работнике. Обязанность работодателя при заключении трудового договора направить соответствующее уведомление в Федеральную миграционную службу. С 1 января 2015 года вступили в силу поправки к Федеральному закону о правовом положении мигрантов в Российской Федерации. Согласно документу, иностранный работник, въезжающий в Россию, обязан в течение 30 дней приобрести патент, для получения которого ему необходимо сдать экзамен по русскому языку и истории, пройти медицинское обследование и произвести авансовый платеж в размере 4 тысяч рублей. В Красногорске существует единый миграционный центр, в котором можно пройти все этапы получения патента в течение одного рабочего дня. У нас в едином миграционном центре в Красногорской области созданы все условия для работодателей, для того, чтобы они быстро, легко, удобно оформили патент на своего иностранного гражданина, своего сотрудника. У нас есть принцип единого окна, то есть вам не нужно бегать, беспокоиться, для того, чтобы сдать документы в единый миграционный центр. Приходите к нам, садитесь в одно окошко, консультант дает вам грамотную консультацию, принимает первичные документы, производит расчет. Как отметил председатель комитета по труду и занятости населения Михаил Каратаев, единый миграционный центр в пиковые месяцы обслуживает свыше миллиона иностранных граждан. Для облегчения процесса оформления патента решено провести необходимые процедуры на местах. Для этого в ближайшее время в центре занятости населения, расположенном в Одинцово, пройдет единый день приема документов на оформление патента с участием представителей всех профильных управлений, а также сотрудники единого миграционного центра проведут выездной прием для иностранцев, работающих на территории Одинцовского района. Работодателям также интересовал вопрос продления патента. Для этого, отметили специалисты, работнику необходимо произвести своевременную оплату существующей пошлины, а работодателю контролировать платежи. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.